всем привет дорогие друзья сегодня на нашем выпуске топсон играть им будет на вайде с интересная сборка и классная интересная игра подписывайтесь обязательно обязательно на наш телеграм-канал ссылочка будет закреплена в комментариях вот играет он против нутейла кстати который проливает первую кровь у него нутейла в этой игре еще и мидвана войт спирите уме 20 топ 7 он как только пересел на роль офлайнера он начал очень сильно сливать ранг можно сюда то 10 был а сейчас вроде как привык что ли привык играть на сложный против своих тиммейтов реально интересная сборка я видел учись был фьюри играют с огонь и вам не видел через молнии но я не видел еще дайдалласа дайдалласа тем более рапири это же вообще жесть какая-то то есть ты прыгаешь даешь тычку автоматически срабатывает выбор то есть еще одна . сверху это все с дайдалласом а если перепрокнет баш то на герой может просто щелкнуть ты можешь щелкнуть героев мид против копы наверно не самым приятным потому что ты милишник копа range герой копы приятная . в общем мне кажется клопа должна выигрывать этот мид но надо пощением там же кинжал просто так лицо отрывать будет если он конечно будет его макс я думаю что он будет это делать очевидно на должен макси по драфту в целом неплохой пик против воида он ставит хроносферу даже сразу же накидывает snap fire против фантом лансера воет работает так себе по идее посмотрим как с этим билдом вот лич со своим армором квапу можно будет ловить по игре и есть приятная опция увольда and relation против копы у нее четыре активных кнопки ты нажимаешь time делайшин и она просто не двигается эти интересный факт уже говорили в роликах но там делайшин замедляет скорость атаки помимо того что замораживает обилки и против героя с большим атак спидом это работает хорошо вы просто отключаете их атак спид по в процентах еще кстати то есть вы эти это белка и не стоит игнорить нужно постоянно нажимать если копа нажала кинжал то вы должны кликнуть сразу же time делайшин и если она потом будет нажимать обилки то соответственно они тоже будут уходить долгую перезарядку так чтобы снижать и одной кнопки можно уже сразу кликать свою белку на войде подожил хорош да вот так вот красиво вот теперь но на копе должен понимать что нужно фиковать то есть ты замахиваешься отменяешь и после этого если видишь что вот нажал допустим первый стал его можно войда поморозить просто на месте стоять кликать кликать это белку от меня и потом резко выкинуть мне кажется он не ожидает ну так очевидно будет тяжелее задолжить эту способность ранг на копеет топ 900 но тут больше даже дело не в ранге в том что любой игрок это должен понимать прекрасно булайн виза почти 5 левел воида есть рукавичка плюс бэнд а и кстати это не может ли быть ошибкой а так он и не задолжил не получилось когда раз но этот блин это сложно делать если дистанция большая между тобой между копой да ты видишь как летит кинжал ты навстречу его ему прыгаешь это же это гирокоптера 5 уровень я думаю что нами двое стоит под макси первый спал у тебя с опытом все будет очень хорошо нам перестал когда у тебя куда он 6 секунд и весь урон будешь просто возвращать и башек со временем естественно качается первый раз я сейчас на вижу войда с таким количеством опыта но он решил не качать 1 взял себе пасть башек пассивку в тройку как бы им это не аукнулась еще но он хорошо лайнер красавчик уровень 5 перелосхитил кого-то по ощущениям он должен был вообще себе пкд расходники таскать вот но чё то но слишком приятно стоит возможно из то что постоянно переагревает крипов линию оттягивает к себе но это все-таки топсон один из самых сильнейших мидеров и самых смекалистых ему не впервой стоять сложные лайнапы и стоять на героях которые заранее в проигрышной ситуации на ком только топсон не играет в паблике тем более на про сцене куча излюбленных персонажей кстати у него почти шестой уровень если копать сейчас подойдет потому что я попробовать убить но она фласка нажала пристангуса принесла клуб и все через очень опасно он играет не хватит копия урона по идее у нее кинжал в 3 в это еще фарик есть в конце концов можно просто на них храну нажать это пауз нажать если что-то пойдет не так и перестал вы их куда они ими шмотками которые он кстати купил себе рукавичка и band он хорошо фармит соседний спот на вороновой дачи с уже и птшка есть первый раз сейчас я вижу воида у которого 6 уровень на 5 или 6 ну вот и преимущество слова line а наводи сейчас немножко по-другому закупаются нежели раньше я понимаю почему он покупает себе в рейсбэнд нас берут рукавицы просто берут по 2 по 3 рукавицы внутри наверное это перебор 2 рукавички и просто молнии либо в эту фьюри это тебе дает базовый экспед который себя в принципе хватает чтобы и фармить и героев убивать в начале именно вот и в рейсбэнды просто игнорят но он покупает рейсбэн потому что ему создар то нужно было просто больше урона и тер клетка плюс ли перс и как раз таки рецепт докупаешь и один полноценный слот есть можно было бы чуть-чуть раньше купить себе стики потому что коба все-таки герой который спамят попасть его васили тоже стик купила урона хосты можно кстати побежать плата и сделать враг дал как раз пыльчик там сверху есть можно у него крону поставить по идее не видишь и свой да он бы сейчас сюрприз всем неприятный сюрприз с видно было вроде бы то что где-то влево в деревьях находится был может быть за ним попробовать это было бы лучшим решением решил убить цель ближе лучше синиться в руках отличный момент было т.п. от курина фейн он его видел и сразу час возвращается мид у него будет пространство чтобы пофармить свободно сюда пришел п.л. они возможно решили свапнуться линиями типа я п.л. и динамит покачайся мой да нет но они тут то было он уже вернулся почти готов рецепт и стеки прилетят и наводим мастхэв фартефакт особенно в игре против п.л. а если еще и вдруг у тебя не хватает маны там на первый спал ты можешь нажать его ну и просто пожить пока откатывается твоя первая белка башек он все таки решил замаксить но как мы видим прессинга по нему больше нет поэтому такая сборка такой билт он окупился многие игроки кстати как только поняли как работает 2 спал войда про игроки в том числе они начали раскачивать первый спал в 4 ваш оставляет в двойку просто им дала и шин докачивает потому что ну провязание так спида в процентах урезания это слишком сильно тем более в тимфаге ты просто прыгаешь центр замеса нажимаешь 2 стал и и вся не двигается все на глобальное замедление круто шива на максималках да это реально шива на максималках которые еще и белки замораживает она знаешь еще как работа как мы уже говорили если ты одну белку на копе допустим нажал кинул кортик в кого-то войдя жалтой милейшн или уже понимаешь что если сейчас будешь нажимать уль там blink scream это будешь просто еле бегать и это еще как плацебо работает просто не хотят нажимать эти кнопки или просто порно заберут возможно еще и бабку нет по двум героям в принципе неплохой суник вы его заберут рубика и заберут еще и разорок слишком много героев перетянулась и сейчас собой цвет еще попадет по селедке именантом курьер летка будет жить перестали с первым артефактом как же все-таки это шмотка рейтинг сейчас особенно проигроки просто покупают первым артефактом кристалис непонятно где настоящий где-то в центре стоит это мы видим со стороны и то есть на глазами игрока видно глазами игрока где настоящий файл не а ну да да видно видно ну хорошо на реплее видно топ согрешу же этого не видит понятное дело роял джели кстати для врагов дропнулся и здесь веточка такая себе ответочка motion hard и не нравится мне нравится 5 статов это 100 хп это от маны они спида 5 стирана сравнение с выложили про лжель на смотрят для кого рау зале я я не вижу ну войду это не прям так чтобы необходимо героя нормальных апориген базовый ему это не прям чтоб критично нужно и возможно еще и упадет про лжили хорошо брать лишь шагу шторму на ранних минутах опять три на хосты опять можно выйти куда-то я думаю тут бы может какой-нибудь рубик не отказался да и селедка кстати тоже наверно я в любом случае есть герои которые подроил джели надо что живой может все-таки захавать но это и прям круто как на многих героях которым нужен прям энерген ездить это уровень попал пришла на линию он за себе 10 киселя их уж думал тут опсону за игнорит себе 200 хп 15 крона смотрится послабее но в некоторых играх можно взять себе дэмэдж если вы понимаете что достаточно плотного чем более если вы через кристаллик играете то это уже эти 15 урона становится уже гораздо больше есть лопатка не выпал сразу и скипнул постоянно докапываемся до этого и правильно делаем когда же уже начнут нормально все делать я последую она просто у тебя в эту секунду она без кулдауна просто приложи из нее и все и скипай ну типа это же гораздо про вытащить на бесплатную флазку себе там или т.п. что неважно любое будет полезно практически кроме штокоболь данной токоболь да тоже можно зафармить как быстро реализовать лопату дробно поговорим не успел логировать вот спирит он добился его вроде изначально не было видно должна выберем слишком хорошая реакция и все можно дальше эти фармы по таймингам все волшебно как быстро выкопать лопатой при том что у вас уже есть артефакт вы свой артефакт в данном случае ocean hard просто выкидывайте резко на пол подбираете лопату копаете лопатой отправляете ее сразу же после 2 выкопали в лавку чтобы ее купили и тоже подбирайте своего шутка все это занимает у вас секунды 2 поэтому можно юзать эти лопату взяли окей селеды за лопату копает войксель через кристаллиц достаточно хорошо фарме дэншитов если это покваешь молнии то все-таки есть резист панчинтов к магия на молнии трагический урон и стали там поприятнее как ты думаешь начинать покупку огнем она войдя спойнт бустера это правильное решение или неправильно то я не знаю там конечно есть проказ у врагов но он себе еще и талант на силу взял плюс поинт бустер но не очень много просто очень много хп а так тогда если ты фарми что мне кажется налогность лучше всего взять добыл или берете просто и качаетесь но с другой стороны у него 1800 хп это без потенциал на 12 минуте и статистически по нему не хватит рону нету типа если бы как-то там давили по карте притинговали жестко то в принципе да по импустиру это надо было бы получше но сейчас все очень спокойно я думаю что лучше бы ловкость было бы ну так логичнее по крайней мере ну вроде да это 10 и рон есть и так спида ускоришь свой фарм процентов на 5 она приятнее реально вижу ты круто фармиться на таком войзе и вот что удобно видового этот может сми до уходить парни сразу верхний лес нижний лес то есть игра на удаленно находишься можешь прокачивать по любую выбранную позицию что касаемо керри ему приходится телепорт радить допустим чтобы пофармить в топе я рекомендую про на уже скоро будет время на самом деле очень быстро где-то уже 14 минут игры ты смотришь и вот даже по активничал непривычно видеть вообще медового вода оставьте герои в целом может нормально стоять многие лайнапы в миде за счет блинка своего минус этого героя что если у тебя команда сильно проиграла боковые линии или просто проиграла не обязательно сильно у тебя большой кулдаун ты не сможешь по факту ходить и убивать и потому что враги будут раскачаны и тут более-менее боковые вами простояли потому что у него разор в команде кстати а ведь прикольно пикнул был разор возможно кстати разор был пикнут топсоном и заранее был пикнут воин за контроле к вопой они решили слапнуться то что разор вообще не стоит просьбой мы видели уже на ролике на канале выходил ролик как попал уничтожает разора и не решили спать носа реально прикольное решение по итогу ты на разор едешь ловить вот против милишникова и спирита и получается что это супер активный кор который особо в артефакт не нуждается до воина который можете народе можешь пожадничать идеально ситуативно дать и на это уровень высоких пабликов по рейтингу низких рейтингов наверное этого не поймут я недавно слушаю заходил на 2 как значит вы зарегал по ролям и там челы в рейтинге парлям пиковать тирлбейдов мид с ларков оффлайн то есть нехорошо что так но суть авариативности то что могут пикать разных героев на разные позиции даже на низких рангах для дома суббота без разницы всем папка ульт потратила убили разора но все еще есть опция подраться неплохая печенька вот он не хочет ставить хроны я уже видел много игр мы смотрели с тобой пару раз игры дэнлэнве а вот теперь он хочет ставить крона теперь он очень его хочет ставить да даже в саппорта но в идеале конечно квапу примать лучшего саппорта лучше в папу если победить я капец какой же идеально хронов там два баша подряд еще при пивы поле подверг из ладора реально идеально все получилось в поймал просто всех и еще плюс очень неприятно игра еще плюс милишники смогли бить как живой теперь ты неприятно играть против ой да просто пусть я реально все белки замораживает попробую дату поиграть нормально вообще да он же прям очень сильно его морозит много активных кнопок продолжается драка классно то что еще под аркейном первый спел кулдаунец мало кстати вот тут вопрос по снегу меня сразу же почему он на 15 взял себе не перезарядку таймволка если ты едешь через огнем то приятнее брать или на первый стал меньше колдауна три с половиной секунды это прям круто но живой старше да просто правый больше даже не а это талант неплох но не знаю я я пробовал играть и так и так но мне больше понравилось с колдауном на прыжок но особенно когда у тебя дали с этого таймволка побольше и плюс получается так идеально то что ты прыгаешь героя башишь автоматически от аганима даешь пару тычек подает баш еще раз башишь герой начинает убегать уже откатился этот стал поэтому если вы будете играть то наверное лучше левый талант в этом билде них как же хорошо работает связка аганим плюс battle фьюри против по его в порядке успели прилететь папа нажимать кнопки таймбилейшин действовать некоторое время даже не стоит даже не нужно нажимать и белки чтоб таймбилейшин работал то есть назначально накладывается на героя и висит там же твое дело накладывать накладывать его из хрону могут поставить о чем появился не хватает не успевают заберзать героя на кропылях прыгает да хорошая хронов троих он по всем просто бьет разная у всех кстати это очень показательный момент был потому что ты как правило когда прыгаешь ты пытаешься запускать какого-то одного героя а тут получается что он всех по чуть-чуть на дамажил и там плюс болт рубика пролетел и по моему разорщик кнопку нажимал для раза подошел сбоку да и получилось так что убили всех а так бы если бы он кого-то одного попустил то там бы и кнопки успели какие-нибудь поражать враги ну на самом-то деле получилось как он на самом деле очень быстро снял по хоповой спириту но если бы он убил бы одного сразу то он был бы второго в данной ситуации в любом случае надо оба один тот же наверное по героев слишком худые две вещи хотелось еще упомянуть во первых метка с лордара которая в принципе бустит войда но что гораздо лучше она бустит войда с кристаллисом с молниями то что прокат молнии тебя вроде как эта метка и не особо сдалась а вот войд который дает дополнительные тычку от 3 с пола с огнем еще и крит прокает продам с армором гораздо приятнее то есть следующим такой билд реально имеется место быть поводу battle фьюрикс и он ставим тысячам вы же прыгаете получается в пл а в кучу иллюзий вы автоматически бьете всех и от каждой иллюзии получается отском battle фире и в итоге там был настоящий остается буквально 0 хп в секунду просто из насыпается до плюс криты будут пробовать соответственно слэш будет и частью реально прикольная тема но к сожалению в этом фире в этой игре не будет это персеверанс он решит доградить себе дай дал ос насколько правильно понимаю ну посмотрим аквилов странно а у него курьер мертвую все я понял не может принести а держит себя чтобы просто никто не брал реально хорошая этому на таком воде мой реген нужен у него появился персик уже но криво можно было бы и раньше задать и дать остался да но уже их расфера 5 секунд до крона уже прожимал под влашовство моё посмотри на бабка на просто не двигается дисконекта пауза любым промотаем да пропустим быстро вернулся хорош анечка можно пойти до отправляются на рошана сердце это понимаю что он по великол хочет отдать кому-то на базу скипнул он наверное нужно такой стадии никому не нужно брубика камушек на денежку он берло до внутри быстро и шанс падает андротом на ворону пальмятка селедки с лордорда очень сильно помогает в этом плане линка пока сайма линке это еще больше плотности наводя ее было покупать не обязательно ты можешь купить себе манту но как команда в этом билде смотрится среднячково путица не знаю немножко другой был кардинально другой белок ладно не немножко вот и поэтому легенть сфера против плеча у которого контроль таргетный против побыл который арчит войс перед как правило и улет героя тоже тоже поможет линка вот был может за диффузе копье кинуть в общем то поможет но бака бочка была бы лучше но этот опцию этот опцию что у него в голове мы не знаем к сожалению а хотелось бы топсон уже знаешь по-моему поддался вот этому вот хайпом хайповому веянию в его адрес сейчас он реально в каждой игре придумывает что-то интересное то он на рубике кири играет он наводим играет ему просто надоело играть в обычном дот он ее прошел уже пару раз возможно возможно хочется разнообразие всегда какого-то работает на разнообразие почему-то только в руках топсона но и некоторых игроков которые понимают должна полностью башки как прокают вообще вводит за одну секунду может унести столько урона по герою если повезет и сработает пассивочка несколько раз если еще и ты пропнул вот как сейчас примерно а что если будет доедалось забейте просто реально поэлам сложно играть пить в такого войда к тому же вот такого войда большой монопол у него 1000 монопол попробую еще заберните 1000 монополе у героя который имеет первый спел блин я был очень удивился если толстан взял бы сейчас на паунт надо открыть и дальность таймолка с огнем весь 700 хп спт на сила да это жестко такой плотный кор получается два четвертая минута как бы подловил кстати после форума саппортов идеально да и саппорта не смогли кнопок прожать они кстати без ббк находится в туверне сейчас нужно для нас ли настоящего иллюзии сразу имеет мало фото по сторонке прыгаешь при этом убой на до сих пор нет этого самого фактического урона который должен быть но безгода качал умер за свою сторона играть реально сложно играть особенно если такого года поддерживают я вот подумал прикольно было бы еще иметь им не на это в команде или какого-то абаддона этого же будет просто не остановить он просто прыгает бьет себя бьет 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 тут и такси ледочек плюс урон хрона от разора и рубика эндеглорда просто улетает потому что это вырастает на линии и не могут продолжить ломать но в это время прыгнул с лордер не скоммуницировали запись с пол хп обычным кристалликом на их испытывать может сейчас и хорошие риминат и ставят их надо дожать и же он скорее всего катетности но не стал из нажимать на даму он умер бы скорее все правило сказал поэтому не понравился даст вам агрессивно он прыгнул как же ты агрессивно играешь только сам но его сейчас будет блин ктп он уйдет нечем сбивать могу просто нажать тп потому что мой спирит потратил же риминант и да вот теперь будет гораздо больше урала прям гораздо ножка не допрыгнул до ренджей не все-таки вот я склоняюсь прежде потому что кулдаун приятнее согласен вы еще не в мире он больше нравится я пробовал и так и так повторюсь еще раз все таки поинтереснее с кд а там еще аркейн в топе вот садила будет как будто бы стал куда он все 6 секунд с талантом четыре с половиной а так 4 2 даже приятнее слушай а с талантом получается секунды 3 прикинь ты прыгнул их еще раз прыгнул прыгнул сласка можно герой просто не выпускать можно в принципе и скотлом поиграть в команде сбрасывал тебе прыжок для более того он же будет считаем делаешь и сбрасывать куда он до весна ты будешь постоянно героев преморозки держать кто знает может быть на мажоре мы увидим что-то подобное будто мульсом вайда под аркейном был поэтому заберут хорош хорошо раз контролили прям все по таймингам давали бабку подсеяли круто и ключа и кнопку про сразу нажали тут больше топса нашимся то что вообще пошел сюда герой 3000 хп титановый слиток и убили не может утром лорд к сожалению уйти отсюда а приходить не надо было ну чтож камбас небольшой рестница и будет хрона нужно просто огромное количество урона чтобы таких казусов не было что ты прыгал герои просто ты его не отпускал это как раз таки рапирка и думаю что вопросов него повода реки не возникает это куча урона особенно под дайдаусом в процентах умножения воение даже сколько дайдал сдает процент квита 225 до 225 и 30 процентный шоте а у вас питов по моему у него на ультимейте на двадцать пятом таланте 200 издал полно до 200 ну чуть чуть поменьше на 25 процентов получается а раньше будет 235 это будет спирит который критует только от ульты а это ну вот потому что прям постоянно горитовать на и плюс все-таки шанс выше и ну типа войдет перед может сразу два раза подряд ведь выдать это мешает это делать войду ну блин тут уже как повезет ровно может рандомчик ему если повезет но может и три раза подряд дать все равно там гарантированно но минус том то что тебе нужен 25 ну да это тоже бы не всегда получается дойти до него но мы тоже на самом деле сравниваем что мы вообще ставим дайдалус и просто крит будет спирита от обилки он просто играет в вражеской команде к слову пришлось подуматься и запакованы у него появились неплохие от фактуманка башня плюс майнбрейкер на сайланс хорошо смотрится титановый слиток потому что врагов много магии ты имеешь резид магии за титанового осколка ну что он пришел больше монта но это так это чисто ультиматор про спойлерю это просто голый ультиматор который может быть потом в манту загадит а слушая вот кстати не знал то что смог не спадает при прыжке то есть он бьет герой крипов но смог не спадает но это же белка он как это не бежит автоматически вокруг него бьется сам доводит не атакует это просто кто-то что-то атакует а астралы бьюз до астрал убьют в радиусе они там он все-таки решил манту добирать манта кривая еще больше ловкости еще больше эскейпа прикольно критов много выпадает конечно суши так имеет смысл 2 доедалось получается вроде вроде как шанс повыше становится он не складывается там не 30 плюс 30 будет это будет 30 плюс 20 хорошая крона но кстати почти пережил попадет язык по и пойдет на него кого есть проживать бы только и не прожмет наглядно на самом деле наглядно и чуть-чуть прыгнул нам не крипы в миде ребят вот спирит еще и пачку следующую скипнул по моему пасек один крип остался смогут пушить на добавке было соицидится мне бы бег есть в этого крипа не сломали бы тогда ничего а сейчас по идее два кора мертвые успеет сломать мид я бы вышку барак если вот подойдет конечно да вот он идет его заколили наверно кривом врет на браку не должна сломать сколько багдер на 4 комментариях работает точнее не включается крипы умерли сколько раз на против времени чтобы пультер снова заработал мне кажется секунд 30 не а вот сейчас как раз таки кто-то в чатике напишет потому что можно отмерить по таймеру сверху да я думаю что секунд 30 не успели сломать даже меньше по идее вот креп умер сколько секунд прошло напишите в комментариях может 15 порой просто он не включается не включается когда ты играешь к ты дефаешь вот это его забрали кстати сакса из оу джей сид 5 на баллы по ним рамка под 5 мы рожан чека кстати как хорошо собирать в рапирку как раз таки когда появляется и из согласен даже и роков очка умрешь один раз я попытаюсь заберешь и ты встанешь и убьешь их реально страховочка 25 уровень берется навозе попозднее но из-за то что это медовый 33 минута мы даже раньше появился это он лежит 30 универсальное уклонение это лучший он в доте очень редко берут радиус хроносферы не всегда ты в лейте может спить все герои к тому же не все тиммейты могут бить а еще и тиммейты если попадут под хрону да в лейтгейме на самом деле тебе достаточно просто кора кора убить да любого любого кора героя да и как бы этого хватит уже поэтому радиус особо и не нужен а это универсальное уклонение которое и на тычке работает и на белке что пропира попира она была уводит спирита ахаха понимаю вот это подарок а так он без боевых умер гг можете хроностенд на фонтан ставить вот это куски отрываются нормально в рынок и себе то не на шуту он шутнул с пайлом сейчас будет посмотрим мы сразу почти половина хп выбил ему рэмпишь рэйс его хорошо да и не пришлось самому рапира покупать на столовой эксперт который отдал ему терапию по факту оставалось не терапира а медвенчик решил подыграть что вы на привихе посочнее осмотрелось сумрёт но да и сегис может себе позволить мы живым больно особенно подниму с армором это реально прикольно еще вы прыгнул вы спите много убить с двух ударов и вас как и управление просто интересная игра ребят если вам понравилось поставьте лайк напишите любой комментарий для продвижения из пяти слов в этот раз да мы сейчас посмотрим на финальную статистику спасибо всем за просмотр всем пока 0 0 0 0 0 0